Доброе утро! Вот скажу я вам откровенно, наивных людей вокруг нас полно. До такой степени наивные люди. Вот перед вами наивный человек стоит. Долгое-долгое время пребывал в иллюзиях. И эти иллюзии не позволяли мне правильно организовать свою жизнь. Не позволяли мне преуспевать. А вынуждали меня наличие иллюзий здесь вынуждало меня влачить жалкое существование. И таких людей навалом. Особенно в сетевом бизнесе. Люди пребывают в иллюзиях. Страшных. И множество таких. Что я имею ввиду? Я вот тут задался вопросом. У меня такое ощущение, что что-то назревает и сетевой бизнес вообще кардинальным образом меняется. И как-то предстоит хоть как-то, хоть помаленьку, хоть каким-то образом осмысливать эти перемены. Предвидеть их и делать какие-то выводы. Вот что я, например, замечаю по себе, вот если обо мне говорить и от моего примера и опыта отталкиваться. И что я имею ввиду, говоря о наивности. Десять лет я занимался бизнесом в сетевой индустрии, продвигая на рынок продукт, хороший, нужный, полезный, опираясь на следующую концепцию. Мы меняем привычки, в данном случае со мной, в питании людей. Мы заставляем их своим трудом, своими усилиями, своей энергией, своим новаторским подходом изменить их представление о том, как надо питаться. И когда это произойдет, случится массовый взрыв. Люди, осознав важность нашего продукта, начнут его массово покупать. Вот в таких иллюзиях я пребывал. Я свято верил в это. Мы говорили, индустрия, велнос, это оооо. И аргументов целую гору приводили в пользу того, что постепенно, когда-нибудь, скоро, уже совсем скоро, вот еще осталось чуть-чуть, и люди прозреют, люди узнают всю правду, и сразу начнут покупать, изменив свои привычки в питании. Они не будут жрать сардельки, они будут пить коктейль вкусный и правильный. Это было бы очень здорово на самом деле. Лично я изменил свои привычки, благодаря тому, что я этим занимался, и внушил себе в конце концов мысль о том, что питаться надо правильно, и начал это предпринимать. Но те, на кого я ориентировался, в основной массе проигнорировали мои усилия. они не изменили свои привычки в питании. Они говорят, у меня нет денег, я им доказываю, так ты начни использовать этот продукт, будешь здоров, будешь вокруг себя распространять идею правильного питания, и разбогатеешь, и у тебя всегда будут деньги на такие продукты, и другие люди будут здоровыми. звучит гениально, просто прекрасно, но не работает. Нифига. Нет, не вообще не работает, работает, но не запускается, как положено в сетевом бизнесе, в успешных проектах, когда возникает эффект вирусности, когда продукт, услуга, идея распространяется вирусно, от человека к человеку, от человека к человеку. Один великий человек сказал такую фразу, я сейчас точно не помню, но смысл такой, нет такой силы, которая смогла бы победить идею, время которой наступило. Никто не знает, откуда берется эта идея. Редкие птицы способны оседлать идею, вовремя ее увидеть, подхватить и на этом преуспеть. Время прошло, и идея кончилась. Было время, массово, не надо никому ничего объяснять, не надо рассказывать, а молва человеческая, от человека к человеку все начали хватать мобильные телефоны. И вот эта штучка, вот эта штучка, она по-прежнему продолжает оставаться уже не такой востребованной, но все равно чем-то таким, фетишем каким-то, вокруг которого столько страстей, и люди это покупают. Я позавчера проводил презентацию своего бизнеса, связанную с топливными технологиями, железки, то есть все, экономия топлива, автомобили, техника, карбюраторы, и так далее, такие вещи, близкие мужчинам. Ко мне подошел один мужчина и говорит, я вот лидер компании, которая занимается велнесом в городе Николаеве, вот есть такая компания, не буду ее называть, мы торгуем соками, классный продукт, здоровье, все, но вот, к сожалению, вынужден признать, что люди больше будут вкладывать какие-то в железки, в кошек, в собак, но только не в себя, не в свое здоровье. И я подумал, действительно ведь можно положить жизнь на то, чтобы переубеждать людей питаться правильно, заниматься своим здоровьем, защищать, питать, и очищать свою кожу правильными средствами, чтобы выглядеть молодо и, 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 ну, короче говоря, все эти аргументы в пользу использования правильных продуктов в индустрии велнес. Ничего против не имею, действительно правильное направление, нужное, которое лежало, велнес я не имею, лежало вообще в основе сетевого маркетинга, витамины, косметика, это же основа, фундамент, на котором зиждется вообще весь сетевой бизнес. Но я хочу сказать, что или ты останешься борцом за идею и будешь убеждать людей в том, что им нужно заниматься своим здоровьем, и будешь трудно и тяжело зарабатывать деньги, удивляюсь, но почему люди такие идиоты? Или ты оседлаешь идею, которая распространяется вирусно, и заработаешь деньги, станешь успешным человеком, и будешь вдоволь хлебать, есть и мазать на себя все эти продукты из индустрии wellness и наслаждаться жизнью. такой чисто практический, такой прикладной, вот такой прагматичный подход, это есть первый признак перемен в сетевой индустрии. Вот эта романтика, вот эти пузыри, вот эти слова, которые я произносил многие годы о том, ну да ты дурачок, ты даже не соображаешь, ты знай, wellness, это и начинается песня, а человек сардельку жрет, пьем, запевает, и говорит, ты мне тему покажи, ты умрешь на своей тему, там фиг с ней, и я думаю, да как же, почему такие люди глупые, и эта песня бесконечная, и так, почему я все это рассуждаю, про себя рассуждаю, но может быть кому-то мои рассуждения покажутся интересными, и они сделают какие-то выводы, я был в четырех проектах, вот сейчас делаю четвертый, первый проект 10 лет, продукты питания, wellness, косметика, здоровье, привычки питания, результатов не добился, классный продукт, пользуюсь им до сих пор, классная компания, но медленно, тяжело, надсадно, абсолютно никакой вирусности, а вирус, понятно как, это когда от человека к человеку, ну зараза не хорошее слово, но как будто вот-вот-вот-вот-вот-вот все заражаются этой идеей, от человека, не надо усилий никаких, не было такого, второй мой проект был связан с интернетом, я попал во время, когда все люди устремились в интернет, когда они все поняли, компьютер пришел, теперь следующий этап, интернет, все туда ринулись, и вот в этот момент, нашлись ребята, которые эту идею, как я уже говорил, оседлали, на этом было сделано умными людьми, быстро работающими, много денег, а потом все это кончилось, все многие говорят, что компания, о которой я сейчас говорю, кто понимает, тот понимает, кончилась, потому что во главе оказались непорядочные люди, мягко говоря, я думаю, нет, это само собой, понятно, что с кем свяжешься, то и будет, надо было рассмотреть в этих людях, что они нахапать, избежать, но объективно выработалась идея, все в интернете, это уже не актуально, это само собой, это как дышать уже, третий мой проект, вот тут новый элемент, в интернете, значит, появилось много предложений, огромное количество, и каждый начинает высасывать из пальца новые идеи, чтобы, чтобы воспользоваться и создать какую-то вирусность, один предлагает, значит, короче говоря, компания предлагает обратные аукционы, шопинг-молы и прочие разные развлечения в интернете, оно не внедряется, оно не входит в плоти в жизнь, оно требует усилий, клиенты сами, друг дружке, взахлеб не рассказывают, какая классная штука, это требует привития культуры, объяснений, уговоров, доказательств, убеждений, а массово клиенты сами по себе, только потому, что идея захватывает их, только потому, что она нова, только потому, что она почему-то нравится людям, только потому, что она, время ее пришло, не внедряется, не внедряется, не внедряется, не идет, нету клиентов, дистрибьюторы есть, клиентов нету, почему? Это первый признак того, что нерабочая идея, механизм, заложенный в основу бизнеса, мертвый, или, может быть, не мертвый, правильнее сказать, но, во всяком случае, никакого массового охвата за счет верности быть не может. И вот, четвертый проект, я вот сейчас вижу, просто, это, Бог мне дал такую возможность, просто я сейчас чувствую, все пазлы сложились, я сейчас начинаю понимать, как это происходит, сложились все пазлы, получился такой микс, получилось такое все, кризис, цены на топливо растут, качество топлива в нашем регионе, кошмарное, опасное для дорогих автомобилей, не только для дорогих, люди в кризисе, ищут деньги, нестабильность, любая экономия, это уже доход, это бизнес, люди ищут этого, и потом вообще, машина, автомобиль, это какая-то такая, это какая-то такая штука, вокруг которой можно многое построить, такая цаца, люди за нее держатся, и эта тема жгучая, если продукт есть, который срабатывает, дает экономию 10-20%, это уже бомба, это огромный бизнес, и сейчас пришло время, множество причин указывают на то, что это правильный путь, я не к тому, что я кулик на болоте, расхваливает свое, я просто стараюсь объективно, каким-то образом сумбурно, но во всяком случае, взглянуть на эту проблему, чтобы вы поразмышляли, чтобы каждый из нас, задался вопросом, действительно, а я вот колочусь в этом бизнесе, продаю эту китайскую косметику, рассказываю всем, какая она прекрасная, может быть она прекрасная, но скольких людей мне придется, уговорить, уболтать, дать попробовать, и когда это они увидят результат, а люди такие поверхностные, говорю я, люди такие легкомысленные, и вот сейчас, они вместо таких здравых, умных, логичных решений, улучшить свою внешность, или там усилить иммунитет своего организма, они бы осмысленно делали, нет, их интересуют какие-то железки, какая-то фигня, но таковы люди, таковы люди, таков рынок, и если мы этого не будем признавать, то мы будем биться, трудиться, и зарабатывать какие-то маленькие деньги, если мы найдем тему, которая охватывает массы, неизвестно почему, а может быть известно, если существует элемент вирусности, когда сарафанная радиомолва распространяется, распространяется, продукт работает, это нужно всем, многим, и тогда ты делаешь деньги, и так вывод, или ты остаешься романтиком, и ходишь, занимаешься, как лектор общества знания, просвещением людей, и не зарабатываешь, как следует, деньги, рассказывай, какая замечательная индустрия, сетевой маркетинг, надоедая всем, как это делал я, вспомнить, почаще надо вспоминать это, или ты находишь тему, которая действительно имеет в основе, в основе жгучий интерес огромного количества людей к ней, желание попробовать немедленно, потому что в основе вирусное распространение этот продукт, или эта услуга, каким-то необыкновенным образом в нужное время появилась на рынке, и захватила целые регионы, целые массы, огромные массы людей, и ты победил, и ты выиграл, потому что ты сетевик, потому что ты предприниматель, потому что ты бизнесмен, потому что ты работаешь ради денег, ради прибыли, чтобы эти деньги правильно использовать. Я желаю вам удачи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова